Пенсионерка Людмила Романова в шоке. В январе она оплатила газ на полгода вперед. Рассказывает, на следующий день ей пришла квитанция с долгом в полторы тысячи рублей. Конечно, расстроилась, потому что не соответствует. Я на пенсии, конечно. Ну что у меня там пенсии? Половила, когда зарплату, ходит на коммунальные услуги. А там как хочешь, так и живи. Ещё плюс вот эти полторы тысячи. Такую же бумагу получила и Галина Мещерякова. Женщина теряется в догадках. Плати теперь по новой квитанции или по старой платёжной книжке. Где платить? То ли по этой, то ли по этой ситуации. Ничего нам не сказали. Или, может, по обеим сразу. В Самаре газ подтверждают. В конце января действительно направляли всем своим абонентам счета за газ. Долги появились у тех самарцев, кто больше месяца не предоставлял поставщику показания счётчика. В результате им начислили по нормативу потребления, как будто прибор учёта у них не установлен. Если кто-то за должностью не согласен, говорят в газовой компании, проблему можно решить. Стоит обратить внимание на то, что если абонент в дальнейшем передаёт показания, в том числе посредством оплаты и их отражения в платёжном документе в квитанции, предыдущие нормативные начисления аннулируются, и производится расчёт его фактического потребления и его задолженности.